У нас сегодня в гостях сенсей Роман Тарасев. Он сегодня проведет небольшой наше класс. Сам коллега расскажет вам много интересного. Там есть что по разминке у вас интереснее, да? Так, ребята, вот такое интересное есть задание. Во время бега, мы не просто бегаем, а что бы нам было интересно, и плюс мы вырабатываем правильное дыхание. Мы во время бега поем песни. Такая есть практика в армии. Когда бегут, песни поют. Может кто-нибудь слышал, да? Они влазят и поют так просто. Вот. Итак, я начинаю, вы повторяйте за мной, хорошо? Будем маленькими куплетчиками. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Так, кто-то, кто улетел под рова, давайте так более четко и одновременно. Первый я, потом и за мной. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Вышел зайчик погулять. Вдруг охотник выбегает. Вдруг охотник выбегает. Прямо зайчик оставляет. Умирает зайчик твой. Привези его домой. Огадался он другой. Ну, молодцы, молодцы. Так, давайте пошли шагом, пошли шагом. И я вам представляю Владислав Макаров. Это мой компаньон-партнёр по сегодняшнему занятию. Прошу любить и жаловать. Команда, дзюдо и дзюдо. Хорошо, всё, давайте сюда подходим. Итак, что мы сегодня хотим вам сказать? Что дзюдо это часть огромной культуры. Под названием, кто угадает? Под названием физическая культура. Туда входит дзюдо, бег, лёгкая атлетика. Всё, всё, всё. Понятно? А раз это культура, значит, как говорится, будем культурными. Вот. Итак, вы все привыкли и каждый день ходите вперёд лицом. Правильно? Это мне затруднительно для вас, правильно? И для меня тоже. Но! Есть ещё ходьба спиной. Она практически не используется в повседневной жизни. Очень редко, да? Но! Многое используется перед движением спиной, когда мы отрабатываем какие-то техники приёма дзюдо. Поэтому мы с вами сейчас подвигаемся спиной таким образом. Мы ручки поставим вот так, перед собой. И будем уже передвигаться спиной. Но при этом мы должны обязательно смотреть лево и справа, чтобы никуда не врезать. То есть мы голову поворачиваем налево, направо. И вот так передвигаемся. Поднимаем. 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 Ручки перед собой, как будто бы кто-то идёт на вас. Так, хорошо, кто дошёл туда, подождите, чтобы все дошли, и возвращаемся обратно. Отлично. Возвращаемся обратно. Итак, вот у нас одно движение, которое неестественно для нашей обычной жизни, но оно естественно для того, что когда мы проводим какие-то приёмы дзюдо. Потому что бывает так, что оно может двигаться назад. Выработать это умение, довольный навык, очень важно. Навык – это когда вы можете двигаться спиной так же, как и двигаетесь в груди вперёд. Понятно? У нас ещё какое передвижение? Боковые. Очень редко используется в нашей повседневной жизни, но очень часто используется дзюдо. Поэтому нам тоже надо довести это знание, это умение до навыка. И мы сейчас с вами так же руки перед собой поставим. И просто подвигаемся спину вот такими боковыми представными шагами. Подпрыгивать не надо, мы просто передвигаемся приставными шагами. И потихонечку никто никого не задевает, зал позволяет двигаться достаточно широко. Молодцы! Так, вот. Я посмотрел сейчас, как вы передвигаетесь. Передвигаетесь очень хорошо. Но, есть маленькое замечание, которое может быть очень важным, и вы на это обратите внимание, и в следующий раз будете справлять спрашивать. Смотрите, вот такая позиция, когда мы стоим вокруг. Смотрите, как вы стоите все. В основном вы стоите все, чтобы устойчиво стоять ноги на ширине плеч. Это самая устойчивая позиция всех человеков. Физиологически. Понимаете? Биомеханически. То есть вот так удобно. Если мы ноги соединяем вместе, то не совсем комфортно стоять. Если очень широко, то тоже устойчиво теряем наше тело. Правильно? Согласны со мной? Согласны. Теперь, если мы с вами передвигаемся, то у нас всегда расстояние между ног – это ширина плеч. Это самое оптимальное передвижение нашего тела. Если мы передвигаемся боковыми шагами, то мы, смотрите, я с вами ноги на ширине плеч. Делаю чуть больше шаг, и потом опять ширина плеч. Чуть больше – ширина плеч. Чуть больше – ширина плеч. Если я сделаю шаг больше, а потом ноги соединяем вместе – это не совсем хорошо. Пример. Как это зовут? Паскар. Паскар, да. Смотрите, есть такие техники передвига, когда мы делаем подсечки. Если у меня ноги стоят вместе, то он неустойчив, и мне очень легко его бросить. Или сюда, ноги вместе поставить, или сюда. Он неустойчив. Если ноги на ширине плеч, то здесь позиция будет устойчив. Если мы передвигаемся крестовыми шагами, соответственно, он собрал его вместе, мне легче его бросить. Понятно, да? Мы передвигаемся боковыми шагами, но ноги не соединяем вместе. Иначе ваше тело будет неустойчиво стоять. Если вы обратите на это внимание, а от нашего внимания зависит всё. Правильно. Как говорится, я гляжу книгу, гляжу книгу. Давайте попробуем. Обращаем внимание. Я передвигаюсь, но ноги все время у меня на ширине плеч. Чуть шире – опять ширина плеч. Попробуем? Давай, прижимаем. Ну да, вправо, что ты надели, я обратно в другую сторону. Молодцы. А почему мы руки перед собой держим? Это имитация нашей профессиональной деятельности. Руки перед собой – это как будто мы держим захват. Да? Не пускаем под первым себе боковыми. Если мы руки опустим вниз, ну это не совсем приближённые, в нашем профессиональном деле. Молодцы. Да. И вот сейчас, смотри, сейчас снимаем. Не подпрыгиваем. Потому что любое подпрыгивание может быть чревато падением. Да? Не теряешь и умновесить, потому что мы все-таки люди, а не птички. Наше физиологически естественное движение – это передвижение ногами, а не перевернут. У птиц – это летает, а мы помним. Змеи ползают, рыбы плавают. У каждого своё есть. Свой способ передвижения. Правильно? Итак, мы подвигались с вами, а теперь мы тоже самое сделаем парами. Показываем. Так, ещё раз знакомый тебя зовут? Аскар. Вот поймите с Аскаром, что мы делаем. Мы с вами двигались спиной. Порщины положили друг друга на плечи. И начинаем передвигаться спиной. Сначала я езжу над спиной, а потом обратно мы с Аскаром. Ее обувь и Аскаром. Мы подвигаемся таким образом, а потом подвигаемся при самым шагах. Если Аскар сейчас ножки опять соединит, я ее сделаю в прием. Ага. Вот уже ноги на ширине плеч. Ты более устойчив. Тебя трудно уравить. И сам ты не упадешь. Попробуем. 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 Спиной подвигаемся. И подкабливаемся. А теперь я посмотрел. От внимания зависит. Все. Внимательнее будем. Руки поставили на плечи. Пластырь. И первое движение у нас идет. Ну хорошо. Давайте подкабливаемся. Ну вообще первое я сказал за спиной. Ну можно ногу. Можно ногу. Еще раз. Да? Отлично. Отлично. Это теперь. Руки поставили мне. Теперь подкабливаем. Раз, два, два. Попробуем. Тереть, два, три, два. Ну что, дождемся, что-то под силу. Ну, дождемся, как раз, двигаемся. И раз, два, два. Ну, вообще, профессионал, в чем жалкость получается у вас? Вот. У нас просто маленькие корректировки. Вам не давать, а? Хорошо. Супер! Смотрите, Матэ. Что у нас получается? Мы не должны забывать, вообще, все-то это очень просто. Потому что, если бы это было трудно, то мы бы этим не занимались. Правильно? Зачем нам нужны какие-то трудности? Вот мне не нужны трудности, поэтому вы занимаетесь тут легко. Я не копаю ям. Это трудно. А дзюду легко. Теперь смотрите. Если мы занимаемся с вами дзюдом, то мы должны передвигаться легко, так же, как в обычной жизни. Если я начинаю передвигаться очень вот так вот, я установлю. Я двигаюсь, как вот я по улице шел, в принципе, так же я начинаю двигаться со своим партнером. Легко и непринуждённым. И ваш учитель сказал, что не надо ноги напрягать вот такую силу и вот так вот двигаться. Они такие же, как в обычной нашей жизни. Просто мы передвигаемся в обычной жизни вперёд лицом, а здесь мы меняем некоторые направления, да? Спиной и звуком. Ну и ещё есть посложнее передвижения, какие-то круговые движения, да? По кругу. Это немножко сложнее, но мы как-нибудь потом это попробуем. Так. А теперь что я хочу вам показать. Есть развороты тела. Мы разворачиваем их с вами двумя способами. Внутренний разворот через живот, наружный разворот через спину. Вот мы сейчас попробуем с вами разворачиваться. Как? Смотрите. Если разворот внутренний через живот, то у нас, получается, мы должны вращаться вот сюда. Внутрь. Вот сюда. Внутрь. Понятно. Но сейчас попробуем. На что хочу обратить внимание. Если я стою вот так, то мне надо развернуться лицом в ту сторону. Через живот. Внутренний через ворот. Я буду вот так разворачиваться. Но! Я так могу развернуться. Могу. Но мне не совсем комфортно. Потому что видите, у меня идёт искривление таза. И таким образом я могу травмировать сам себя. А нам же что надо? Прийти здорово. Пришли пять лет в дзюдо и ушли в сто двадцать пять лет в дзюдо. Вот. Теперь смотрите, как мы разворачиваемся. Первое, что я делаю, поворачиваю стопу. Пальцы в каждом направлении. Стопу повернул, пальцы. Развернул. Что-нибудь? Стопу. Развернулся. Стопу. Развернулся. Понятно? Что мы делаем? Правым оком стопу. Стопу. Развернулся. Левая нога. Развернулся. Правая. Развернулся. Левая. Развернулся. Ручки приедут. Сейчас, пока можете держать внизу. Чтобы ваше внимание было сконцентрировано на ноги. Потому что это для вас может быть новое знание. Поэтому вы должны внимательно быть сейчас на ногах. Руки мы включим в следующий парадок. Объяснилось. Сейчас мы внутренний разворот. Через живот. Пальцы указывают направление, мы разворачиваем через живот. Пальцы... Молодцы. Так, хорошо. Давайте сюда. Пробежали быстренько. Опа! Пробежали. Супер. Теперь вы знаете, да? Что можно развернуться через живот, не разворачивая стопу. Вот так. Но это опасно для вашего здоровья. Это вы один разворачивались, а если вы делаете еще какой-нибудь прием, техническое действие, вот так у вас идет нога ручка вашего партнера, который висит на вас и не хочет падать, и у вас может что-то сломаться. Но никто не хочет сломаться. Поэтому мы делаем это и разворачиваемся. Теперь мы развернемся через спину. Как мы разворачиваемся через спину? Тоже. Первый указывает что? Нога. Нога это как указатель. Смотрите, что я делаю. Я пятку разворачиваю, и у меня пошла спина. Пятку разворачиваю спину. Пятка указывает направление. И тогда этот разворачивается плавно, спокойно. Я могу вот так разворачивать, могу вот видите вот так, и потом разворачивать. Но! Опять вы почувствуете боль вот здесь в суставе тазобедренной. И это не совсем хорошо. Попробуем спиной? Давай. Поджимаем. Это будет у нас наружный разворот. Пятка. 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 Оп! И видишь ты у нас сама идёт сюда. Как только пятку повернёшь, и сейчас так тело сделаешь. Пятку саму пойдёт сюда. Нет. Мы туда двинемся. Какая нога? Нет. Нет. Какая нога? Нет. Какая нога? Нет. Пятки. Пятки. Вот. И смотри, спина сама туда поворачивает. Теперь пятку опять повернём. Оп! И спина сама повернулась. Оп! Вот всё, спокойно делал пирожки. Так. Смотрите, понимаете. Пятка. Пятка указывает. Как на улице вы идёте, есть стрелочки указательные. Через живот пальцы указывают, а потом через пятку указывают спина. Пятка указывает, но на пятки не будут диксов. Только на носках помочь. Матет. Прибежали сюда. Да. Это очень важное замечание. Смотрите. Если мы через живот разворачиваемся, то первое действие у нас на пятки мы поворачиваем и указываем. Если мы через спину, то у нас сюда не на пятки мы разворачиваемся, а на носочек. Правильно? Ну иначе вы сами увидите, что ничего-то не получается. Можно, конечно, поднять ногу, но вот так вы знаете. Но, как вы знаете, на носках надеть человек менее толстый кусочек. Ножку поднял, место потерял. Да? Такая подголовка есть. Хорошо. Отлично. Так. А теперь мы покажем упражнение с такой поворотами, но в паре с вашим партнём. Я сейчас вызываю подробные аплодисменты. Владислав вам покажу. Он мне поможет выполнить эту упражнение. Внимательно смотрите, а потом повторяйте. Кому взяли за руки, тот делает эту упражнение. Тот называется ведущий, как в танце. Смотрите, что я делаю. Я движение вот туда руками тоже указываю. Ножку развернул и пошел туда. Разворот через живот сделал, вытянулись вверх, вытянулись. А теперь у меня пошел разворот. Спиной я пяточку туда разверну. Направление движения у меня вот сюда. Смотрите, опять пальчики. Пальчики. Ручки потянули. Пяточка. Спиной. А теперь план пошел. Опять видите, указываю, что внутренний разворот. И я руками сюда пошел уже, вытянулся. Теперь у меня пяточка. И разворот спиной. Понятно? Понятно? Ну да, идет. Один, обратно возвращается к другу. Пробуем. Проблема в том минуте, что волос толкова исчезнет. Ребята, которые проходили, сдают, наверное, на белку. Они уже сделаны, забывают основы. Поэтому постоянно, сейчас, в конце года, начали со мной говорить, командовать. Заново. Движения. Вот это все. Поговоры шаг. Поведения, понимаете. Все идет к тому, что или подражание. Людмила. А там, товарищи. Я говорю, вы не видите никогда этой ситуации. Вы видите сами собой. Во-первых. Вы видите только картинку, которая становится уже. А постоянно работаете. Посмотрите, какие у вас все в том, что организм работает. Постоянно. Какую чуковь. И у чуковь. Расстоянно. Так что, мы сейчас приведем к тому, чтобы, конечно, у нас список готовился. Так что, может быть, он будет хороший. Может быть, он будет хорошей. Может быть, он получал вот этого всего. И потом, конечно, вот основные чувства. Малат, переделы на весе. И умение чувствовать такое. Ну, и экшн-реакшн. Чтобы мы работали чувствовать. Ну, и самое главное, у нас риск, прежде чем бросить подлоги. Точно. 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 Согласен я с вами. Матэ. Так, побежали. Кто? Итак. Смотрите, что я еще хочу вам сказать. Малите себе, о котором я вчера рассказал Владислав. Да. Потому что каждый раз, мы когда что-то даже кому-то показываем, мы тоже учимся. Все время смотрим на тех, кому мы что-то показали, и видим какие-то недостатки. И начинаем тоже учиться. И вот я вчера, мы проводили это занятие, и увидели такую вещь. Что во всех, везде прослеживается, как называемая, тройственность. Здесь есть три уровня. Три этапа. Как в технике, допустим, джудо. Есть техника ног. Есть техника рук. И есть техника туловищем, когда выполняется. Есть нижняя часть тела. Есть средняя часть тела. И есть верхняя. Видите? Везде три. Да? Снова я хочу сказать. Вот я беру Владислава Николаевича на помощь. Без него никуда. Всю дорогу. Так. Понимаете, что у нас есть? Мы с вами эти руки главные, а трещины главные. Это один уровень. Второй уровень, это руки на предплечье, так назовем это, посередине. И третий уровень, это ближе к кистям. Т.е. три уровня. Ключицы, точнее, вот так назовем, плечевой сустав, локтевой сустав и запястье. Передвигаться мы можем таким образом, таким образом держать и таким образом держать. Это вам как дополнение. Напомнили? Кажется, что можно делать. Хорошо? Напомнили? Логики. Сейчас я попробую вас научить такому комплексу упражнений, которому нравится дюно карта. Дюно карта вы можете сесть пока, две минуты. Я вам расскажу. Дюно карта это комплекс из 15 упражнений. Но мы 15 с вами не сможем сейчас узнать. Вот. Но одно упражнение попробуем хотя бы чуть-чуть выручить. Не выручить, а узнать. Итак. Выполняется в паре, но мы сделали сначала упражнение для 1, потом упражнение для 2. В первом упражнении мы с вами остановимся и делаем также три уровня. То есть три шага и три движения ногой и три движения рукой. Смотрите. Один шаг – уровень внизу. Второй шаг – уровень середины. Третий шаг – уровень верхний. Когда третий шаг я сделал, я развернулся, ручки в сторону и прогнулся. Развернулся. Обратный исходник положили. Левой рукой. И-ч-ми-сан. Развернулся. Еще раз. Правой рукой. И-ч-ми-сан. Развернулся. Куда я иду, я разворачиваюсь и продолжаю движение. Теперь левой рукой. И-ч-ми-сан. Развернулся и прогнулся. С этой стороны, в ту сторону попробуйте. Кто как видел, так и повторил. С 29. И-ч-ми-сан. Опять. И-ч-ми-сан. ulкай. У нас уже лежит. С 27. У нас уже был. Красиво. Николай. Другой руководитель. Николай. Затем, у нас уже не было. На 20. У нас уже идет оборудование. И-วกа, то мы можем не�를 скрывать всюду. Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну что, попробовали? Кто самый храбрик? Так, покажи, пожалуйста, здесь, что мы сейчас пробуем делать. Молодец, так. Все хорошо. Но, что хочу дополнить? Смотрите, мы с вами вот так держим кулачки, а не надо как кулачки держать. Мы должны раскрыть их. То есть мы, когда вы тягиваемся, мы раскрываем все тело. Это мы растягиваем тело, растягиваются у нас связочки, сухожилия, мышцы. Все у нас растягивается, понимаете? Потом, это раз. Во-вторых, у нас все-таки в дзюдо есть такая техника захвата. Если я вот так кулачки держу и пытаюсь взять захват, ну, мне тяжело. Мне надо приблизиться, потом раскрывать. Поэтому у меня руки должны быть все время открыты. Готовы. Если он рукой тянется ко мне, я должен ее схватить. Если у меня рука вот так будет сжата, я схватить не могу. Поэтому все упражнения мы выполняем, ручки у нас раскрыты. И мы перед движением делаем с раскрытой ладонью. Понятно? Хорошо, молодец. Второе действие, которое выполняет второй номер в паре этого комплекса. Да, первого упражнения. Смотрите, что мы делаем. Вот так становитесь. Мы делаем движение назад. То, что мы с вами сегодня делаем. Спиной разворот. Понимаете, что я делаю? Я туда буду сворачиваться. К вам в лицо сейчас. Прогнусь. Восходное положение. Теперь левое. Прогнусь. Восходное положение. Прогнусь. Восходное положение. Прогнусь. Восходное положение. Мы спиной здесь двигаемся. Спиной. Движение спиной. То есть туда мы шли. Перевод сельцом. А теперь мы двигаемся спиной. Я делаю шаг назад. Вот для вас, чтобы сделать шаг назад, левая у меня пяточка должна вот туда повернуться. Восходное положение. Восходное положение. Восходное положение. Восходное положение. Попробуем? Ручки раскрываем. Раскрываем грудную клетку. Да, грудную клетку раскрываем. Чтобы должны раскрыться. Потому что есть упражнение нажатие, когда нажимаете, есть на раскрытии. Восходное положение. Чтобы не хватило, не хватило, чтобы стоили устойчиво. Ну, кто поздавший, конечно, у вас физическая подготовка получше. Конечно, у вас более устойчиво. Так. Маленькая пауза. Замрите. Смотрите. Кто заметил? У меня руковод здесь идет. Она не просто вот так, я шагаю, потом руку сюда поднимаю. Нет. Она идет вот здесь. Я стою. Понятно? Я проходит. Я как будто бы что-то снимаю с лица. Это потом что-то, да? Больше. Так, хорошо. Модель. Давайте перейдите сюда. И увидите, как вы маленький дополнительный. Что у нас получается? Сейчас вы немножечко не кроме, потому что мы делаем одиночные упражнения. Но когда в паре делаются упражнения, тогда становится понятно, конечно, почему у тебя лежит здесь. Почему не здесь. Почему она вообще двигается. Тогда понимание вообще вопросов не будет. Еще раз говорю, конечно. Конечно, сначала нам непонятно, что хотел сказать Винни-Пух, обращаясь к пятачку. Но, когда мы становимся внимательнее, мы понимаем. Винни-Пух просто хотел меда. Поэтому. Поэтому. Смотрите, что происходит. Мое действие. Я иду в партнер. Мое действие. Уколоть его. Вот так, чуть-чуть. Раз. Нижний уровень. Чтобы вы понимали, что есть техника внизу. Средний уровень. Чтобы вы понимали, что можно здесь. И верхний уровень. Если я не делаю эти уровень, и иду вот так вот. Ему ничего не надо делать. Он делает только в том случае, если чувствует опасность. Если я иду вот так, и ему ничего не надо делать. У меня нет опасности. Теперь смотрите, что происходит. Вы, когда вот этот шаг назад идет, я иду. И не придали руку, не поднимая, а просто разворачиваясь. Я, видите, я могу его вот-вот-вот-вот-вот-вот. Вы не делаете защиту. А поэтому я иду, и рука идет здесь. Почему? Потому что мой третий шаг. Вы мою базуточку ловите. Я перемещаюсь сюда. Вы попадаете вторую руку. И прогибаете меня. Средний. Вот два упражнения, которые мы делали дать. Расстояние возьмите, кто побольше ростом, два метра. Кто поменьше ростом, полтора метра. И у нас получится. Ич. Мин. Сан. Вас перехватили. Немножечко тяну вперед. Если я не буду передвигаться туда, я упаду. Но я, смотрите, что делаю. Вот эта нога у меня. Она у меня подходит. Раз, сюда. Слизь. Порядок, подай к столу моему. И немножечко назад. Парами разошлись. И попробуем с левой, правой рукой. Друг с другом вот так поработали. Нашли свободное место. Другой рукой. Другой рукой. Вы вспоминайте, что вы делали, когда по одному выполняли, что вы делали, когда полгая. Вспоминайте. Рыбка, смотрите. Рыбка пошла туда. Он мимо тебя полетает. Он куда идет, пути или куда. Не надо брать силы. Мы делаем только то, что нам когда применяем силы? Когда она на нас направляется. Раконформируйте. Вот так, что с тобой руку идёт на тебя, то ничего не делай. А если он уже идёт? Раз. Два. Три. И вот здесь, тебе надо что-то сделать уже. Иначе он тебя просто насквозь вилкой ловит. Два метра. Вот. Раз. Два. И стоп! Теперь тебе хватает. Куда ты разворачиваешь? На полу. Куда же на тебя дай. Опа! Ну, ладно. Ну что, получается у кого-нибудь? Пока не надо никого бросать. Если я буду всех так бросать сильно, что потом будет со мной? И снимем. И снимем. Смотри, давайте прибежали сюда. Значит, наша задача, точнее моя задача, дать вам небольшое знание того, что знаю я. А вы потом будете пробовать эти упражнения выполнять. Ну, если вам они понравятся. И вы сможете проявить такую инициативу. Итак. Маленькое дополнение. Ещё раз, Констислав, я прошу. Запоминаем, что ничего не делаем до тех пор, пока на нас нет воздействия. Если я вот так руками здесь машу, моему партнеру нет смысла что-нибудь сделать. Но как только я подхожу к нему, он начинает делать. Подхожу к нему, он начинает делать. Понимаете, о чём я говорю? Понятно. Если я стою вот так, и я начинаю двигать. Видите? Нет. Он ничего не делает. Я ещё к нему не пришёл. Я, может, даже передумаю и обратно выйду. Я, может, испугаюсь, что он так позволит на меня ещё. Но! Когда он чувствует, что я уже к нему пошёл, он отвернулся, схватил руку, а я там усилие делаю туда. И смотрите, что произойдёт. Если я не буду двигаться в ту сторону, и вот меня резко потянет, то я упаду. А если ещё бывает так, что он сделает приём какой-то, или удар, подсидит. Я так упаду в бой. Поэтому моя задача себя что? Защитить. Я попал в очень опасное положение. А как мне себя защитить? Если я буду разворачиваться к нему, животом, я открываю себе внутреннюю часть тела. И он может, ну, сюда меня просто взять вот так. И вот, стихон с университетом. Вот так вот. Опа! Пушко! Вот это твои чудеса! Какое у меня спасение? Только одно. В этом положении. Я защищаюсь и сразу атакую. Это один из важных принципов. Защита не должна идти просто как защита. Я защищаюсь, смотрите как. Вот сюда. Почему я так встал? Потому что здесь есть сразу атака. Он меня держит. Я перекортирую. И бросился. Красиво получилось? Как красиво упало. Теперь смотрите еще. Продолжаем. Немножечко. Поэтому. В этом случае. Я перемещаюсь сразу сюда. Для того, чтобы его бросить. Но он-то знает, что я хочу его бросить. Поэтому он сватит мне вот эту в данную руку. Чтоб я туда ее перетащил. И немножко заведет мне плечи назад. Все. Теперь я обязательно. Я не могу бросить его. Я не могу пиндар руки сомкнуть. Это очень тяжело. У меня единственное действие, которое я могу делать. Кто угадает и кто не угадает. Куда? Нажад назад. Ну куда же я назад? Ну нельзя. Кто так держит? Единственное действие это разворот через спину. Руки будут двигаться по кругу. По кругу. На эти вот. Если он меня продолжает держать. и никуда не шевелится. То он сам попадает на мороз. Титро? Мочи. 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 Да. Поэтому. Я понимаю, что с первого взгляда, со стороны. Непонятно, что это вот. Какой-то дядь пришел здесь. Что-то вот эти вот вещи. Что-то показывает. Какую-то ерунду. Что-то было тридет. Что-то там непонятно. Что он там руками творит. Но это азбука. Если бы вам в школе не рассказывали азбуку. А. Палочки вы писали. Б. Да никто бы из вас не мог. Ни читать, ни писать. Ничего. Даже говорили. Вот это и есть азбука. Азбуку нужно каждый день повторять. Даже если вот у вас там черный пояс от грязи уже встал. Все равно повторять нужно. Без этого никуда, к сожалению. Понимаете? Вы же научились дышать. Правильно? Когда делились и сделали это. И теперь вы повторяете всю жизнь дыхание. Попробуй вот не дышить два дня. Я потом зайду себе в гости. Смотрите. Смешно? Смешно. Но каждый день мы учимся дышать как? Наиболее эффективно. Эффективно наше дыхание не должно быть сложным. Оно не должно быть непонятным. Оно должно быть максимально эффективным. Чтоб мы жили счастливо, долго, эффективно. И наша жизнь приносила пользу обществу, в которой мы живем. И чтоб вы жили все в мире и согласен. Кто не согласен? Сидите сюда. Сидите сюда. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Это чуть-чуть. И так. Все. Я на этом заканчиваю маленькую свою лекцию. Передаю слово Владиславу, который продолжит упражнения, о котором он заготовил для вас. Но хочу сказать еще раз, давайте напомню. Что? что мы должны быть здоровыми и уйти здоровыми. Без здоровья ни о каком результате в нашей жизни не может идти речь. Даже если кто-то из вас хочет стать надежным чемпионом, без здоровья никуда. Если я делаю упражнения не экологичные, значит что? Значит я приношу травму себе, своему здоровью, и в том числе моему парню. Если я всех своих паклёров буду не экологичных, то есть не делать им приёмы, которые приведут вред для их здоровья, кто со мной будет отрабатывать? Кто захочет со мной выхить парить? Никто. Вот я выйду с ним, я начну ему долбить, сломать. Он скажет, я не хочу больше с ним отрабатывать, я не хочу к залу ходить. Правильно? Правильно. Я тебе серьёзно говорю. Так, Владислав, спасибо вам, что вы меня послушали. Ширик рук сделаем, да? Сюда мы как раз двигаемся на коляще себе. В коляще себе как положено. Ещё куда? Вдох. Круг сделаем сюда. Сюда быстро-быстро Круг образовались Все, все сюда Смотри, круче Накройнейший сядет Одну измеры, закройкачь назад Еще чуть-чуть Все, слышно мясо Почему он так сидит? Это, блядь, просто посмотрел Это с яйца Это сидеть прямо Но у нас стулья, не только на эти стулья Тренировка у вас должна проходить Не то, что вы в зал Шли часа проработаны То есть вы сейчас стоите Кто чешется, кто еще То есть ключевой момент в поединке Что это дистанция И ваше внимание То есть если ваше внимание будет рассеянным Вы не сможете ни себя прочитать, ни партнера Это понятно? Дальше Чтобы вам выполнять экологические броски Что вам нужно? Вам нужно, чтобы спина была ровная Если у вас здесь баланс То, соответственно, вы сами сейчас в виноградке стояли По шапу у вас Понятно? То есть Первый кусочек Первые вообще здоровые пришли Здоровые вышли Это самые первые Ну а дальше Позвоночник ровный Посмотритель на малыша Сидеть, внимание там отсутствует Ничего страшного Потому что тренировка уже полчаса идет Дети не могут долго концентрироваться Поэтому урок у вас стоит Сколько лет? А потом 15 минут перерыв Поэтому вот эти вот все упражнения Это как вот у вас Есть борьба, а есть чуть-чуть перерыв То есть если просто этим заниматься То тоже маслами не ставишь Если просто бороться То в 21 году можно разрушиться То есть нужно везде баланс Дальше Баланс Ровно сядь Ровно и спина усердь А предназначение того, что я говорю Хотя бы будет доходить до вас Ну для него Ничего страшного Малыш Малыш Теперь Дальше Это сельца называется Дальше На пальчике сели Сувай назад Центр свой перенесли Сувай назад Понимаете? Поднимаете? Потому что выжжены на ногах Поэтому соку, голеносок Должны падиться очень сильно Травмы часто случаются Голеносоку А где вылетают Коллеги Понятно? И пальцы Если прием Сделали талии Поэтому Это надо чуть-чуть Дальше Ставит ашваза Ну ашваза это просто станет Ну ашваза станет Отлично Мне надо просто было посмотреть Как это станет И как садитесь То есть Бесполезно что-то объяснять Если Вы и так все знаете Если вы все знаете Что вам рассказывать Итак Смотрите Звоночник ровный Сели опять сельца Ну как садиться Это тоже хорошо Но он не полагище Поэтому Ножку вперед поставили Ну конечно Сели Ноги бы тренировали Также Саем легко Легко салвозь 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 И вот Стряхиваем Пальцы Вы же болите себя С кимоно Их надо восстанавливать От себя Раз 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 От себя Раз 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 Тяжело Раз А Слышим Стараемся Ну ладно Устали потом Ножки подняли И теперь Вы разгибали Как будто воду стяги А теперь Вы наоборот Сжимаете Но Но так как мы ноги тренировали, пальцы на руках и ногах, и ножку подняли, и сжимаем. Раз, два, четыре. Понятно. Просто пальцы на ногах, как на руках, так же сгибаем. И у многих нога шевелится. То есть это значит, что мы пальцами не управляем. А кто-то управляет. Баланс стоит, стоит. Хорошо. Хорошо. Понимаем. Раз, два. Долго пальцев. Хорошо. Теперь на первый, второй считайте. Первый. Первый. Второй. Первый. Второй. 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 Два. Понимаете? Тренировка. Фух. Отлично. Но еще что бы хотелось. Тренировка происходит все там. Если вы занимаетесь не только на тренировке, но и просто в жизни, то очень хорошо будет. Дальше, что мне хотелось бы вам донести из семинара из Питера. И так. Сделали вот. Это мы просто разобрали, чтобы никому не мешали. Сейчас. Два упражнения. Первое. Чем хотел я просто поделиться. Сделали еще шаг вперед. Ну все, все. Вы вернулись? Да. Теперь два шага назад просто шаг вернулись. Дальше. И еще вот. Сейчас. Все просто делаем там. Левый шаг и правый. Просто шагаем. Да. Мне надо посмотреть как вперед. 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 Так. Хорошо. И два шага назад. Мы вас вчера это разобрали. Не знаю. Если вам полезно будет, то хорошо. У нас выброски осуществляют, если центр понижается под плотнём, и вы легко человека сможете поднять. Дальше. Шаг. Если мы делаем шаг на год, на год, на год, шаг, то нам надо вес тела сначала перенести на другую ногу. То есть уже какое-то действие происходит. Плюс мышцы напрягают. А сейчас попробуйте вот эти два шага сделать. Вот ваш центр. Понимаете, что такой центр тяжести? У нас вот где два пальца ниже губка находится. Вы его переместите вперед. До такой степени, что нога у вас сама шагнет. И если вы вот навык такой приобретете в схват, то у вас движение будет мгновенное. Не... Как оно называется? Рассказательное. Понятно? То есть попробовали. Хотя бы. Вы стоите ровно. Ровно, да. И вот у вас сразу шаг. Ну не надо. Сейчас мозг явно. Во-первых, он не должен ваши действия считать. Это только сугубо ваше ощущение. Рассказательное. Рассказательное. И попробовали два шага. То есть нога сама. Какая-нибудь расхода за губочку. Вы чуть-чуть перенесли. И если я эту губку, я соответственно... И тогда нога я и не управляю. Рассказательное. Поиграем. Следующее сделайте. Все вдох. Отлично. Молодцы. Итак. Еще раз. Хорошо. Я вас вдох попросил сделать. Но мы в принципе можем использовать. Где-то его узнали. И он если мастер, то он мастер везде получается. Он быстро этому научится. Дальше. Вы перенесли центр тяжести. То есть цель какая была? Чтоб было все автоматически. Чтоб нога автоматически... Ну, сама. Сама. Вот. На это задышал. Кислород опять. Теперь. Я попросил вас вдох. Все же бутылки видели? С воздухом. Ну, с водой. Телетром. Так вот. Чтобы сделать вдох. Нужно сначала сделать выдох. Потому что у вас уже там воздух есть. И если вы на свой воздух делаете еще. То вы вообще ничего не вдохнули. То есть у вас вдох. Там уже есть. Поэтому, чтобы сделать вдох, нужно сделать выдох сначала. Выдохнули все из себя. И тогда вдох у вас автоматически происходит. И это вам потребуется, когда вам нужно восстановиться после... Быстро-быстро. Когда у вас уже сил у вас никаких нету. И вам надо... Вы что делаете? Быстро... Ну, вот если сейчас мы побегаем, вы поймете это. Мы на тренировке следующий раз побегаете не можем. Сейчас побегаем. Сейчас сделаем упражнение. Вы просто запомните. Сделаем упражнение и вы это сможете. Дыхание, когда нагрузка идет. И тогда силы есть, а кислорода нет. И только из-за этого вы можете прыгать. Но если у вас есть и силы, и кислород, и еще ровная спина, то вы становитесь просто чемпионами. Красавчиками. Понятно? Итак. Чтобы сделать вдох, надо сначала сделать выдох. Выдыхаем. Диафрагмы. Живот. Низ. Выдыхаем, выдыхаем. И не надо делать вдох. Вдох у вас. Хотите вы, не хотите, вы все равно его сделаете. Он будет естественный. Понятно? Ладно. Давайте теперь. Чтобы тренировка зря не прошла, мы должны спотеть. Правильно? Теперь повернулись боком. Любым. Давайте впустую. Просто машем левую ногу. Левую. Молодцы. Левая, знаете, ее у вас надо, да? Все за одном. Хоть левую выучите. Давайте. Машу, машу. Просто, просто машу. Левую ногу. Левую. Молодцы. Левую. Отлично. Правый. Просто машу. В сторону просто машу. Хорошо. Помахали, развернулись. Следующий. Уход на спринь. Было очень здорово. Все. Ставили. Отлично. Итак, мы с вами сегодня научили садиться. Вставаем. Теперь. Как упор лежит занимается? То как? Вы присядьте, и ножки выкрутите, и будете красиво. И встаем с упор лежит, и снова красиво, прямо в вашу штуку. Ну попробуем. Раз, два, три, четыре, делаем. Раз. Невозможно. Давай, ну быстрее, быстрее делаем, делаем, у меня дыхание надо послушать машину. Да ты быстрее, а что вы уже устали? Два-да-да-да, быстрее-ка. Прибавили, быстрее. Да все, закончили тренировку, не чтобы устать. Итак, сядьте. Слушайте, как вы дышите. Не насыщается кислородом. Примените знания тут же. Повдыхайте. Повдыхайте. Не повдыхайте, тело хочет кислорода, просит. А у вас уже там воздух, некуда. И тогда вам надо... Понятно? Для этого. День рождения у всех же было когда-нибудь? Свечи делали? Делали свечи? Итак, берем одну свечку. Две. Три. Четыре. Пять. Все, больше не надо, а то придется вас по щекам встречать. И берем одна свечка. Одна свечка. Но такую, которую затут тяжело. И мы ее подальше ставим. И... Еще. Давайте. А, круглую уплазим. Да. Одну. Две. Три. Четыре. Ну, у кого голова не крутится? Слышно? А у меня крутится почему-то. Кислород поступает. И пять. И еще. Одну. Еще. Хорошо. Теперь я хотел бы у вас упражнения научить одному. Мне очень понравилось. Чтобы вы не только дышать могли, но и убежать. И так. Просто смотрим. И вот упражнение. Такое вот. Мы сегодня делаем его. Все это делаем? Делаем. Делаем. Ну, только мы не встаем. А вот. И следующую вот. Просто смотрим. Маши ногами делаем. Делаем. Теперь я просто хотел для вас допустить, что берем одно упражнение, берем второе. Их можно отдельно делать. Как мы делаем без партнера, с партнером. Берем одно упражнение, берем второе упражнение. И у нас получается третье самостоятельное прошлое. Как оно выглядит? Сейчас я вам просто покажу. И мы. Правую ногу раз, левую. И ровно стоять. Ну давайте попробуем. Только отошли друг от друга подальше. Свободней, свободней. Все, вы экспериментируйте. Сколько у нас еще есть? Есть еще один? Пам, вы тогда нам отмашьтесь даете? Есть еще сколько-то минут? Есть 10 минут, чтобы я как бы гармонично смог. Ничего, пока понятно. Но больше для тренеров. Потому что для них информацию загрузится. Они поймут через два. Ну что, ты так говоришь, Влад, что я вообще уже запутался во всем. Почему? Мы дышим. Я шучу. Мы ходим. Я по-моему по теме. Все хорошо. Ну попробуйте сами. Оп, и ноги автоматически. А так они, оп, ходят. Ну мы им даем тоже, что самое главное, что вот даже на носочках. И пошел, 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 пошел сразу. Носочки, носочки, носочки. И сам полетишь. Ну что, получается? Давайте. Итак, давайте. Страшный секрет. Чтобы почему-то научиться от 100 метров сначала делать. Вот мы медленно присели. Медленно. И теперь. Подтягиваем правую сторону, а левую подтягиваем. Раз. И вот она. И потом меняем ноги. Два. И потом две ноги. Оп. Потом. Так же. Только в другую сторону. Правую, левую, левую. Раз. Меняем правую на левую. Два. И возвращаем. Запомнили? Ну попробуем теперь. Уже ударить. И не забываем выдыхать. Не дышать, а выдыхать. Ну не сейчас, Антон. Нельзя мешать. В одном случае. Попробуем. И потом повеселее убираем опуса. С движением. И назад. Да. В пункт еще. Да. Делаем. Все. Ну давайте еще 30 секунд. Для меня. Я с вами. Раз. Смотри. Держи. 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 Закончили. Ставим. Как? Привет, привет. Можно заходить? Заходите. Заходите. Богу слышу, а не вижу. У меня в голове голоса. Ставим. Поставим левую ножку вперед. Сейчас сделаем упражнение на дыхании. Может не закончить. Левую. Вперед. Разберитесь, чтобы в шахматном порядке стоялись. Шахматный порядок. Ребята. Один вперед, один назад. Вперед, назад. Вперед, назад. Вперед, назад. Вперед, назад. Вперед. Как шахматы. Белые, черные, греточки. Белые, черные, черные, греточки. Хорошо. На лодке все представляют, как это выглядит. Вот вез. И мы на лодке гребем. Чтобы грести хорошо, нужно чтобы, если мы будем руками гречески, никакой не уплывет. Должно все тело прямо. И теперь добавили. Выпрямляет. Сжимает. То есть, как бы, борьба у нас очень. Сейчас. И. Берем. Назад. Хо. И. 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 Хо. И. 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 хо. И. И. Хо. И. И. О, И. Вдох, 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 раскрываем, вдох, соединили ладошки, ладошками, не пальцами, не пальцами сейчас, ладошки. И три уния, раз, два, три. Расслабили руки, потрясли. Теперь правую ножку. Итса, 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 Итса! И теперь самый ответственный момент. Мы вдыхаем, скрещиваем пальцы, и вниз прямо, и выдыхаем. Давай еще раз. Вдох. Еще? Есть? Отлично, есть. Сели? А я смотрю, как все садятся. Сели? Красиво, да? Еще сейчас научу вас что-нибудь. Взяли. Из двух упражнений делать третье я вас научу. Итак, нож посогнули. Вперед и наклоняемся. Делаешь себя? И столетели. Отлично, еще раз поменяем. Сделаем. Теперь самостоятельно меняем раз. Делаешь? Отлично. 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 Теперь сели. Так, сидим. Сели за нас у нас. Руки в столе. Мимо. Делаем? Да. Делаете так? Хорошо. Поделаем. Теперь соединяем эти два упражнения и получаем третье. Делаем. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Хорошо. Закончили. Следующий. Сели. Теперь ножки поставили, мы все делали назад, у нас клуб провели строков, это понятно, что стой, но теперь, когда старше становишься, не очень хочется, поэтому мы руки в стороны, и вот есть правая рука, есть левая рука, и мы вот по руке прямо скатываемся в одну сторону, если не по другой уровне, то в другую сторону. Катаемся, пробуем. Получается? Отойдите, можете друг от друга, побольше места себе дадите. Получается? Делали я такое, прошу? Нет, ну поделайте. Все научились? Да, хорошо, в круг сели. Прям в круг вы уже научились садиться. Ну как садились, уже палит должна быть. Итак, я вот научился и катаюсь. У меня случилось одному, поэтому я зову Роман Айин. Он меня звал Айин Яйин. Мы садимся спиной и уже берем и катаемся. Ну нам что-то скучно у нас все. Получается, кто-то будет? Я вас садимся спиной и катаюсь. Мы садимся. Ну, давайте, давайте, давайте. Ну, давайте, давайте. Мы садимся, мы садимся. Хе-хе-хе-хе И в другую сторону, да? Другую Хе-хе-хе Давай попробуйте По одному вдвоем, втроем Спасибо Адресный протечный Слышка Давай Дальше Ну даже Попробуй 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 Подпись Давай Говори Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok